Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем собирать часы и выводить их показания уже не в компьютер, а в жидкристаллический дисплей. Я думаю это будет намного нагляднее и красивее, чем просматривать это в компьютере. Ну в компьютере конечно нужно смотреть, чтобы отладить всё это дело, чтобы отладить код. Ну я думаю теперь у нас всё отлажено. Также с дисплеем мы работу тоже научились. Вот поэтому мы сегодня, так сказать, два стареньких занятия с вами соединим. Эти занятия по изучению дисплея LCD 1602 и занятия по изучению и подключению. Также снятие показаний с микросхемы DALOS 1307 часов реального времени. Вот. Ну занятие сегодня будет построено у нас попроще, чем обычно. Мы не будем смотреть никакие с вами дата-шиты. Единственное мы только посмотрим с вами вот эту схемку. Как это всё собирается, я тут набросал немножко. Вот. То есть, ну дисплей он подключен будет точно также у нас вот в 4-битном режиме. Четвертый, пятый, шестой, седьмой вывод подключается вот сюда вот на порт D. На четвёртый, пятый, шестой, седьмой также вывода порта. Вот. Ещё значит у нас два вывода порта на управляющие выводы. Запись чтения будет сидеть у нас на общем проводе, так как мы читать не будем. Мы будем туда только записывать информацию. Вот. Контрастность также будет подключена от резистора, который расположен на отладочной плате. Он здесь не нарисован. Вот. Ну думаю, и так всё понятно. СДА, СЦЛ шины связывает у нас между собой ведомое устройство микросхему DALLAS 1307 и наш микроконтроллер. Также его аппаратные ножки 27 и 28 вместо СЦЛ. Также повешен здесь на схеме кварц на 32 768 Гц, который обеспечивает точность хода данной микросхемы реального времени. Ну вот здесь я также не нарисовал батарейку трёхвольтовую. Она там в модуле есть у нас. Ну то есть вот такая вот простенькая схемка. Вот. Ну, не будем мы никакие даташиты и, как я уже сказал, повторюсь, в общем, смотреть. Сразу проследуем в код. Ну, в общем, код. Вот. Создан проект MyClock 1307 LCD. Я сюда дописал. В общем, практически вот эти файлы RTC, C и H. Я их не менял. Вот они с прошлого занятия все у нас. Вот прототипы функций. Также вот у нас LCD файлы. Я особо тоже здесь ничего не трогал. Единственное, переименовал я функцию. Был просто SendChar, потому что она у нас потребуется, нам потребуется. И я это самое, боюсь, что вдруг в каком-то из подключенных модулей когда-то будет тоже SendChar. Я дописал LCD, вот. Вытащил её вот сюда вот в Public. Вот. Вот сюда. Также в Public вынул функцию очистки дисплея. Вот эту вот. И больше ничего мы, в принципе, не будем здесь трогать. Вот. USART модуль я не стал подсоединять, так как мы его использовать не будем с вами. Вот они подключены. Вот такие библиотеки. LCD, TWII и RTC. Поэтому сейчас можно уже начать написание кода. В принципе, основной код мы можем скопировать со старых проектов. Вот. Сначала мы сейчас должны инициализировать дисплей. Вот. Откроем старенький тест 0.9. Во-первых, потребуется нам функция инициализации порта D. Вот. Сейчас мы сюда вот вкопируем. Также, значит, мы вот здесь вот вызовы тоже отсюда возьмём этих функций. Вот. Ну, считай, дисплей у нас включен. Дальше откроем функцию, вернее, модуль проекта, где мы работали с микрофон схемой 1307. Вот. Возьмём тут E2C init. I2C init. Вот сюда вот её воткнём. Напишем комментарий. Вот так. Затем вот эти вот переменные. Вот. Ну, пока просто соберём проект. Проект собираемый. Продолжим дальше. Вот это вот всё возьмём. Мало ли придётся вдруг устанавливать время. И вот сюда вот мы воткнём. Также закомментированное все это будет. Затем сюда. Давайте возьмём пока всё. Вот так воткнём. Ну и дальше будем смотреть. Тут не меняется ничего. Переходим на адрес. Задержку оставим такую же. Вот. Потом здесь тоже ничего не трогаем. Ну, тут, в принципе, всё это остаётся. Преобразование. Единственное, только вот здесь вот будет вместо StartTransmit здесь будет у нас функция уже LCD-шная. Вот такая будет функция. Так, пока не забыли. Вот здесь вот нам нужно будет очистку дисплея включить. Вот. Чтобы, если мы перезагружаем контроллер, когда питание не отключаем, дисплей может иногда не очищаться. Полезны очень функции. Каждый раз мы в каждом цикле не будем очищать дисплей. Это требуется, если там различные будут всякие передвижения делаться, на нём символов. А у нас все символы будут на те же места писаться, только будут другие символы. Но это вы всё дальше увидите. Вот. Здесь очищаем, простите, дисплеечек. Вот. Здесь ещё перед вот этим вот всем чаром нужно будет на всякий случай, да даже не на всякий случай, а обязательно нужно будет позиционировать курсор на дисплее. SetPos00. Так. Сейчас ставим курсор на начало координат. Можем так написать. Так. Ну дальше здесь вот это всё в принципе тождественно. Ну вот. Мы просто заменили, так сказать, вот это всё дело. Значит, единственное здесь давайте-ка возьмём мы перед цифрой года напишем двадцатку, чтобы у нас две тысячи был шестнадцатый год, не просто шестнадцатый. Вот. Но здесь мы, как видим, мы не уместимся в шестнадцать символов, поэтому время мы, наверное, будем с вами показывать с другой строки. Поэтому вот сюда вот мы давайте с вами включим вот эту вот позицию на первую строку вместо нулевой строки и двадцаточку, я смотрю, мы написали не сюда. Это будет она не здесь, она перед годом будет у нас. Вот здесь будет у нас двадцаточка. Так. Что-то лишнее здесь теперь получилось у нас при этих копированиях. Вот так, наверное. Вот. Соберём код. Что-то у нас ещё где-то усарт-трансмит остался. А, ещё не до конца мы дошли. Вот какая у нас сегодня халява. Просто копируем, ни о чём не думаем практически, тем самым у нас получают с вами наглядные часы. Ну вот. Собрали мы практически код. Вот здесь я уже его подключил для прошивки. Осталось нам с вами подключить сам контроллер к USB через программатор. В общем, давайте сейчас я подключу свою камеру, то есть включу. Вот мы уже слышим, как она булькнула. В общем, вот так вот я всё это дело подключил, всё как по схеме. Вот она, откладочная платка у нас. Всё здесь вот такая вот путаница получилась, но тем не менее работа должна. Вот он модуль на микросхеме 3207. Вот кварц. Всё как и было на прошлых занятиях. Вот так вот, в общем. Давайте я воткну программатор. Вот мы видим здесь вот такие вот полосочки пока. Вот. Давайте вернёмся теперь на рабочий стол и так прочитаем. Контроллер прочитался. Стираем, программируем. Ну, соответственно, переходим и смотрим, что у нас получилось с часами, с нашими. С часами получилось у нас вроде всё почти нормальное. Единственное, какие-то два странных знака места. Не знаю, видно вам, не видно. Я сейчас поближе постараюсь показать. Вот, скорее всего, вот так вот вам видно. Вот, всё идёт, вроде всё хорошо, но какие-то два лишних знака места. Ну, давайте тогда вернёмся в код. А, ну, здесь это, конечно, не нужно. Вот это вот единственное мы сейчас с вами убираем. Опять собираем код. Так, стираем контроллер, прошиваем. Ну, и смотрим, как у нас всё это получилось. Вот. А получилось у нас, в принципе, я бы сказал, и совершенно неплохо. Вот у нас ходит дисплей, показывает время. Вот. Ну, в этот раз мы с вами управились за одно занятие. В общем, всех поздравляю. Мы сегодня получили с вами вполне работающие часы. Всем всего хорошего. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока.